особо важная персона эти люди живут рядом с нами или створяют эпоху и творят историю современной россии в эфире первого социального радио авторская программа виктора тартанова добрый день дорогие друзья сегодня у меня в студии андрей игоревич кокарев это внук легендарного композитора тихона хреникова президент фонда тихона хреникова журналист издатель журнала я могу здравствуйте андрей игоревич здравствуйте игоревич ну ваша такая биография творческая она наверное складывалась не случайно может быть логично почему вы бы выбрали именно журналистику так хотелось бы спросить вы знаете как раз биография я бы не сказал что логично складывалась потому что до заканчивая журналистику и вроде как стал журналистом работа в гостелерадио в конце 80-х в начале 90-х годов в редакции на вещание и вроде бы мне все нравилось потом начались достаточно сложные годы кто-то помнит кто-то не помнит а вот после перестройки в начале 90-х началась и инфляция и жить стало достаточно тяжело меня как-то потихонечку перетянуло в область рекламы я стал заниматься рекламой и в принципе бросил журналистику на достаточно долгие годы к сожалению я уже достаточно зрелом возрасте спустя десятилетия стал понимать что мне этого очень не хватает и вот какие-то внутренние так сказать желания все-таки пересилили я вернулся в журналистику вернул что журналистику сначала это было связано с именем моего дедушки как раз вот у него был столетний юбилей я задумал сделать книгу получилось достаточно интересная книга вышла она в серии жезаэл жизнь замечательных людей и так потихонечку потихонечку начал писать статьи сначала музыки вот но жизнь сложилась так что непосредственно был связан с миром так сказать реабилитации с миром людей с ограниченными возможностями здоровья но вот у меня младший сын родился с дцп и поэтому потихонечку потихонечку возникла идея создания журнала который мы назвали так жизнь не утверждающий я бы сказал я могу я считаю что вообще сегодня этот журнал на я думаю что очень актуален и часто так бывает когда человек в чем-то уже одном так сказать преуспел на ком-то поприще и возвращается к каким-то своим может быть идеалам юности мечтам и так далее уже может позволить себе реализовать те или иные проекты потому что на самом деле в те же 90-е годы сложные которого говорили то есть невозможно было вполне заниматься вот тем чем хочется правильно надо было либо заниматься какой-то политической журналистикой да а меня как раз а это все грязь никогда не влекло меня влекла какая-то какая-то какой-то понимаете такой стык между искусством историей причем искусством не обязательно так сказать ну классическим скажем так хотя в общем я воспитывался на образцах именно классической музыки но меня всегда привлекала рок-музыка и ну мои любимые группы там с детства genesis king crimson и deep purple и led zeppelin и можно перечислять десятки исполнителей и ансамблей и в общем да у меня даже был такой период я написал несколько книг о рок-музыке там панк-рок а то да я у меня такая книжка да вот поэтому вот этот интерес он у меня всегда сохранялся и вот такая реализация мне кажется достаточно я имею ввиду реализация в виде журнала я могу это наверное для меня все-таки естественный итог таких путей искания той темы которая наиболее актуальна и наиболее важна и которая мне наиболее близка и понятна я понимаю что не хватает очень многого людям которые испытывают проблемы со здоровьем причем самого разного рода проблемы да это не только там слабовидящие не только инвалиды дцп там и так далее весь спектр так сказать заболеваний которые приводят к тому что человек оказывается в таких тисках которые не позволяют ему жить свободно в полной мере да а наше общество к сожалению только сейчас потихонечку подходит к тому чтобы осознавать этих людей своими нормальными членами общества да и ни в чем их не ограничивать причем не ограничивать я имею ввиду даже не столько официально потому что официально их никто конечно не ограничивает а ограничивать их ну чисто морально да да их наоборот нужно так сказать поддерживать и давать им все то что имеют обычные люди те которые видят без проблем двигаются без проблем не так давно появился термин люди с повышенными потребностями я думал что раньше что люди с повышенными потребностями это может быть губернаторы чиновники и так далее но на самом деле правильно потому что если обыкновенный человек он может скажем позволить себе самому сесть там автомобиль поехать да или поехать там на общественном транспорте беспрепятственно и так далее сегодня конечно же много делается но тем не менее и в регионах и в москве очень много делается только на словах да мы много об этом говорим но по факту вот именно интеграция человека с ограниченными возможностями в общество она не настолько проста как кажется потому что сама система человеческого общества мы с вами вчера да об этом говорили по телефону когда обсуждали вот наш наш сам диалог так сказать мы говорили о том что общество всегда как-то отталкило вот таких людей да давайте немножко об этом вернемся да ну конечно потому что недостаточно построить удобный пандус хотя буквально 10 лет назад еще как вы помните у нас не умели строить удобных пандусов то что было принято решение по всей москве во всех подъездах сделать лестницы вместе с некими подобиями пандусов привело к тому что устроили какие-то дикие рельсы с которых невозможно съехать на коляске можно только упасть лицом в снег и здоровым и здоровым мешало да вот но сейчас ситуация меняется в этом плане но недостаточно построить удобный пандус понимаете социализация это же не просто создание условий для того чтобы коляска хорошо ездила это же еще и отношения окружающих отношения людей во всех уровнях и во властных структурах и просто обычных людей детей отношения к своим приятелям одноклассникам это не появляется по щечку пальца или по распоряжению правительства это вырабатывается десятилетиями отношения к таким людям оно должно быть в крови ну вы понимаете к сожалению стадо млекопитающих да мы являемся млекопитающими да оно в принципе заряжено на то чтобы изгонять из своей среды больных и не таких как все это как бы природный закон но люди отличаются от животных и это одна из тех отличительных черт которая должна быть присуща людям сострадание милосердие и понимание того что мы не стадо а мы сообщность социум которые существуют немножко по другим законам не по волчьим законам стаи а по законам человеческого общежития и это понимание ему неоткуда прийти кроме как от родителей от школ от учителей потому что сами дети не рождаются с этими мыслями они видят то как ведут себя их родители они видят как ведут себя их сверстники они видят как ведут себя на улице люди там и так далее поэтому такие вещи ну насаждаются годами вырабатываются и здесь конечно конечно желание самого государства поддержать оно ну замечательно мы можем только это приветствовать но я говорю о том что просто этого недостаточно потому что важно понимать обществу еще тоже вот мне кажется говорить и политикам и говорить на всех уровнях что нет абсолютно во первых здоровых людей да я называю всех условно здоровым так оно и есть а во вторых любой успешный сегодня благополучный человек не дай бог какая-то авария какое-то заболевание и человек из одной категории резко переходит в другую и тогда он часто как мы говорим оказывается на обочине жизни не нужен ни себе ни семье ни государству и в общем то человек остается наедине часто со своей проблемой и он впадает в глубочайшую депрессию и вот скажите пожалуйста создавая вот этот журнал расскажите пожалуйста побольше об этом вот как вы пришли к созданию журнала сколько уже вы его издаете и о каких героях вы рассказываете ну вы знаете журнал у нас молодой мы его начали выпускать только полгода назад идея была такого журнала красивого а в общем люди с ограниченными возможностями по здоровью достойны да им он просто нужен замечательные люди да они в инвалидной коляске но они достойны того чтобы в журнале была фотосессия с ними та часть жизни которую мы просто не знали и не видели никто ее не знал и не видел потому что не было возможности негде ее посмотреть понимаете поэтому ну у нас так получилось что первый номер вышел после паралимпиады поэтому здесь много материалов посвящено паралимпийцам но вот если посмотреть какие потрясающие фотографии вот например там пловец Артур Сайфуддинов это же произведение искусства так сказать и сами фотографии и его тело он сам там и так далее понимаете я согласен с вами полностью вот скажите пожалуйста вот есть такое высказание что посмотри на того кому сейчас сложнее или тяжелее чем тебе и тебе станет легче вот вы вкладываете вот какой-то такой смысл нет абсолютно абсолютно вот а мне кажется многие сегодня вот ну вы знаете нам нет работы нам плохо живется это как психотерапия это может быть но в данном случае для меня лично и вы же меня спрашиваете для меня лично это не играет никакой роли тем более что вот то что я вчера видел по телевизору по евроспорту это абсолютно не вызывает никаких подобных чувств вы знаете я что хотел сказать я вот связан с реабилитацией достаточно близко с этим там познакомился из своего сына там и мне казалось что я уже много знаю повидал много реабилитационных центров со всеми познакомился знаю что и как устроено что куда нужно так сказать идти в какую сторону двигаться там и так далее но начав заниматься журналом и увеличив количество контактов в разы я неожиданно осознал как мало все равно мы знаем насколько много всего происходит в мире для людей с ограниченными возможностями о том и об этом даже они сами не знают да это есть такая проблема потому что многие люди с ограниченной возможности не знают какие есть у них возможности дополнительные это очень важно доносить и до них конечно да потому что нет недостаточное количество информационных порталов ресурсов любого качества любого направления этого не хватает вот смотрите вот я с удивлением обнаружил вот наш журнал к счастью поддерживает минпромторг вот кажется ну а почему минпромторг да а оказывается что минпромторге уже существует целое направление поддержки индустрии реабилитационной индустрии и в этом направлении уже больше 50 различных предприятий которые которые производят разные программы разные реабилитационные тех ну скажем кресла ортезы протезы смотрите лет 5-6 назад я был уверен что в нашей стране ничего этого нету вообще за последние годы это направление сделало колоссальный шаг вперед просто колоссальный шаг то есть позитивная динамика есть сегодня есть прекрасные коляски есть превосходные компании которые делают на большом на высоком уровне и протезы и ортезы айти технологии есть такой форум надежды на технологии вот он уже в этом году проводился в шестой раз и вы знаете вот он объединяет эти фирмы эти компании ты можешь зайти например на сайт и посмотреть какое количество продукции сейчас есть в наличии и находится на стадии разработок ну я не знаю как вот для вас знаете ли вы про это или не знаете но меня лично совершенно поразила такая программа которая сейчас готовится в москве она находится в стадии разработки но как раз она связана со слабовидящими это программа которой должны быть оснащены все движущиеся транспортные средства общественного пользования а также все двери дома столбы и так далее в городе человек который загружает эту программу получает возможность ориентироваться в городском пространстве в городской среде так как будто он все это видит у нас есть специальные программы на радио об этом тоже ну мне кажется что такие вещи это такие качественные шаги вперед которые ну несколько лет назад могли бы показаться фантастикой да абсолютно верно во вторых это действительно большой шаг потому что вот вы знаете большая проблема существует не только в том чтобы рассказывать вот об этом обо всем да мы говорили что надо вот обществу говорить об этом что надо воспитывать детей воспитывать надо наверное и чиновников которые вот есть некоторые высказываются там такие высказки не бывает слышишь что просто становится страшно хочу их цитировать да они сами думают что они никогда может быть не заболеют и так далее но еще вот на мой взгляд очень важно понять что вот этот человек который резко скажем у него случилось какое-то заболевание проблема со здоровьем он замыкается в себе и он очень трудно выходит вот из своей оболочки здесь нужна специальная какая-то организация психологов да которые могли бы работать с этими людьми и в том числе вот на страницах вашего журнала какие-то есть вот такие психологические может быть там советы там или так далее или вот вы рассказываете только о героях то есть этими примерами на самом деле вдохновляются ну во первых конечно да это именно для этого существует журнал для вдохновения для вдохновения потому что конечно когда мы рассказываем об истории Олега Аккуратова нашего замечательного пианиста то мы понимаем что музыка и искусство доступно всем да мы рассказываем вот у нас есть например рубрика искусство вопреки в первом номере мы рассказывали о десяти художниках которые рисовали так сказать вопреки своим физическим недостаткам оказывается можно рисовать и без рук да понимаете вот во втором номере мы рассказываем про композиторов которые творили вопреки ну хрестоматийный так сказать пример это Бетховен конечно который большую часть своих гениальных произведений написал практически не слыша звуков музыки конечно наши так сказать соотечественники наши современники которых огромное количество во всех областях жизни в науке в бизнесе ну просто люди находят себя там где хотят но конечно эти примеры это не только все что о чем мы пишем и статьи медицинского характера как-то связанные с проблемами с которыми люди сталкиваются о которых надо было бы поговорить более профессионально да мы будем пытаться создавать такую рубрику она у нас есть сейчас ну к примеру вот втором номере статья связана с проблемами раннего диагностирования может быть на стадии беременности диагностирования различных отклонений в развитии ребенка да у нас есть такое понятие как недоношенность да и соответственно вот насколько недоношенность может влиять на развитие ребенка как это предвосхитить понять и предотвратить да ну вот как-то пытаемся найти какие-то формы журналистского диалога с читателем потому что мы не хотим жестких медицинских статей которые не очень интересны и могут быть даже неправильно поняты и так дорогие друзья сегодня в моей программе особо важная персона замечательный человек неравнодушный человек который как выяснилось огромную часть своей жизни посвятил людям с ограниченными возможностями это Андрей Игоревич Кокарев который издает сегодня журнал потрясающий журнал с таким названием которое само за себя говорит он называется Я могу журнал молодой ему всего полгода но тем не менее дорогие друзья давайте будем сегодня следить за интернет пространством я думаю что этот журнал скоро появится о нем начнут все больше и больше говорить планируется у вас да вот сказать Андрей Игоревич интернет версии каким образом журнал сегодня распространяется ну вы знаете наша задача сохранить журнал бесплатным мы его развозим по всем доступным точкам где мы можем нашу так сказать целевую аудиторию встретить охватить это реабилитационные центры это районные городские медицинские учреждения в общем везде куда так сказать приходят люди с ограниченными возможностями мы им предоставляем возможность наш журнал взять и почитать в ближайших планах вот буквально со дня на день у нас откроется очень красивый интернет портал в котором будут сосредоточены все основные материалы журнала плюс дополнительные вещи которые может быть не будут попадать в печатную версию журнала и также будет доступна pdf-версия для скачивания pdf-версия будет отличаться от журнала тем что будет возможность кросс ссылок что называется то есть можно будет зайти в любой материал в любую фотографию соответственно попасть на сайт или на ту страницу в которой рассказывается о конкретной либо персоне либо даже я не знаю скажем так если речь идет фотография какого-нибудь протеза новой инновационной технологии можно будет зайти прямо на страничку где этот протез можно приобрести либо заказать либо что-то еще вот вот такой план естественно мы планируем создание youtube канала и на портале будет я надеюсь много всякой активности которая периодически будет так сказать фиксироваться в выпуске нового номера бумажной версии журнала огромное спасибо андрей игоревич за то что вы сегодня пришли вы делаете очень большую важную социально значенную работу хочется пожелать вам на этом поприще добиться максимальных результатов потому что здоровье нашего общества в целом да оно зависит наверное от того как общество относится к людям с ограниченными возможностями потому что чем больше милосердия чем больше понимания вот этой проблемы есть в стране да тем мне кажется показатели этой страны гуманность гуманное отношение и к человеку и к природе да то есть вот эти добрые чувства которые они пробуждать должны вот такие издания они должны пробуждать и восхищение и добрые чувства они мне кажется дополняют в общем и целом дефицит добра в наше время поэтому спасибо вам огромное за то что вы делаете я желаю процветания и успехов журналу я могу а вам лично я хочу пожелать здоровья конечно и много сил на то чтобы реализовать все свои планы спасибо спасибо вам огромное особо важная персона эти люди живут рядом с нами и олицетворяют эпоху и творят историю современной россии в эфире первого социального радио авторская программа Виктора Тартанова до сих пор до сих пор до сих пор